Всем привет! Это Купитерс. Мы на Boat Show 2018 в Дюссельдорфе. Решили снять несколько обзоров по различным яхтам. Но перед просмотром видео хочется сказать, что мы не снимали их как большинство. Так как решили, что мы находимся не на мебельной выставке, а все же на яхтенной. И поэтому в каждой лодке решили залезть так глубоко, насколько позволят обстоятельства. Постараемся дать свои комментарии, исходя из нашего опыта проживания на яхте больше года. На выставке очень много людей. Снимать было тяжело. Частенько поднимали караул, что русские решили разобрать лодку и нас пытались остановить. Безусловно, это наш первый выставочный опыт. Просим не судить нас строго. Но мы постарались залезть как можно глубже и постарались сделать кадры красивыми, насколько это возможно, при тусклом освещении и многолюдности. Обязательно пишите комментарии и аргументированную критику, ведь мы еще собираемся в Ганны. Приятного просмотра! Подписывайтесь на канал прямо сейчас, чтобы не пропустить следующие выпуски. Дюфур Грамф Лардж 412 Современная лодка 2016 модельного года. Как и все дюфуры, вполне отменно ходят. Из диаграммы мы видим, что она может идти до 35 градусов к ветру. Некоторые технические характеристики базовой комплектации. Дюфур Грамф Лардж 412 Верфь предлагает три варианта планировки лодки. Двухкоютная комфортабельная версия. Трехкоютная с одним санузлом, но большой кроватью в носовой каюте. И трехкоютная версия с двумя санузлами. Лодка радует с первых шагов, как на нее попадаешь. Широкая купальная платформа, а под уже привычным грилем для дюфур находится просторный рундук и отдельно газовый шкаф. Для разных сценариев использования в этой лодке реализованы складные подпорки для ног. Когда идешь под креном, очень удобна на нее опираться. А когда стоишь у пирса или на якоре, можно сложить, и это не будет мешать ходьбе. В кокпите расположился фирменный столик от дюфур с двумя айсбоксами. В одном из них уже есть подстаканники. Также имеется розетка для уличного фонаря. Вход в лодку выполнен также распашными дверьми, но с очень интересным решением. Вместо магнита здесь применили кнопку. Вход получился достаточно просторным. Тверцы прорезинены, поэтому не стоит переживать о том, что попадет туда влага. Даже трехкаютная версия оснащается достаточно вместительными, хотя и неглубокими рундуками. Более того, здесь расположился достаточно интересный и необычный механизм, который раскладывается и превращает обычные банки в достаточно удобную кровать. Ну, конечно же, если положить туда подушки. Второй рундук в этой лодке не менее вместительный, чем первый. По какой-то причине, ноктоус в этой лодке также низкий, и все приборы расположены за штурвалом, что, безусловно, не добавляет комфорта при управлении. Широкая палуба с высоким тиковым бортиком комфортна для передвижения. Токелажная проводка здесь также выполнена в скрытом режиме. Зато достаточно широкий погон гигашкота, что позволяет настраивать паруса более чутко и тонко. Люки иллюминаторов выполнены заподлицо, что позволяет ходить, не повреждая себе ноги, и в то же время располагать здесь всевозможные матрасы для загара. Сразу за кареткой из таксель-шкота мы видим калитку для выхода в случае, если мы стоим лагом. Просторный цепной ящик. Обратите внимание, что присутствуют ревизионные лючки для того, чтобы добраться до всех крепежей уток и роульсов. Итак, перейдем в кают-компанию. Она здесь просторная, как и ожидается от 40-футовой лодки. Очень много действительно удобных и классных рундуков под сиденьями, в спинках, в стульях. Но давайте посмотрим, все ли они нам доступны. Часть рундуков, как мы видим, выполнены классическим путем. Сразу за подушками дивана. Но есть также и интересные решения доступа сверху, например, в этот рундук. В этой лодке, как младшей версии, почему-то нет выдвижного ящика. Видимо, связано с тем, что он находится под столом. Приборная панель на новый манер расположилась горизонтально и, как обычно, заняла весь рундук. Одно радует, что рундуки под сиденьем все же остались свободны от всевозможной техники. Решение штурманского стола здесь достаточно интересно, поскольку в современном мире шкипер все меньше и меньше использует карты. Здесь уделяется этому минимальное количество внимания и добавляется возможность, если столик действительно не нужен, трансформировать его в кресло. Как мы видим, лодка в кают-компании достаточно продуманна и интересна с точки зрения мест хранения и общего доступа ко всем приборам. Но некоторые решения на лодке все же удивляют. Например, не очень понятно, зачем сделана вот эта вот щель между мебелью и полом. Ведь туда никак не добраться, чтобы убрать пыль. Зато в лодке много окон и будет светло. Давайте разберем кормовую каюту. Здесь, как и во всех лодках Дюфур, достаточно большое количество окон и иллюминаторов. Но вот это окно, например, оно хоть и открывается, но не дает доступа наружу из-за той скамеечки, которую мы раздвигаем в кокпите. Привычный шкаф для Дюфур без бортика для скатывания вещей, зато с полочкой для обуви внизу. Под кроватью спряталась не очень понятная по назначению закладная и небольшой рундук. А также в основной части находится водный танк. В вентилируемом отсеке расположились аккумуляторы. Но заметьте и обратите свое внимание, что он изолирован от моторного отсека. Поэтому ни шум, ни запах проникать в каюту не будут. Доступ в моторный отсек выполнен с хорошей шумоизоляцией. Чтобы попасть в трюм, пайолу нужно вынимать двумя руками. Зато даже при перевороте лодки она останется на месте. Обратите внимание, это направляющая в корпусе для комплектации с большим душем. Сейчас так делают многие производители, чтобы подогнать лодку под требования клиента. Но декоративную панель я бы сделал все-таки до конца, чтобы туда не проникала плесень. Что же находится в корме? В корме мы видим действительно удобно расположенные фитинги, шланги для забора, сброса воды. И вполне удобный доступ с учетом того, что туда лазить каждый день не придется. Также в каюте имеется дополнительный ящичек для вещей, которые не требуют быстрого доступа. Под лампочкой расположились выключатели сервисного и стартерного аккумуляторов. Каюта по правому борту вполне идентична. Трехкаютная версия обладает просторным санузлом. Если честно, не очень понятно предназначение данной полочки. Разве что для размещения большого-большого рулона бумаги. Но даже в компактной версии санузла, стоит отметить, что можно сделать его больше, присутствует достаточно отдельная душевая кабина, в которой с комфортом можно помыться. В санузле, как и во всей лодке, достаточно много окон. И есть иллюминатор для проветривания. В лодке также радует, что шкафчики в санузле тоже используются под полочки, а не под фекальный танк. Фекальный танк для этого имеет свою отдельную нишу. Пора посмотреть и камбуз. Камбуз Г-образной формы удобен для использования его на ходу. Здесь присутствует холодильник с возможностью вертикальной и горизонтальной загрузки. Горизонтальная загрузка, конечно, удобна только при стоянии на якоре или возле берега, потому что она выполнена под крен. Здесь также присутствует множество ящичков и рундучков, имеющих доступ к всевозможной технике для ее обслуживания и инспекции. В отставочном образце была представлена трехкоютная версия, где в носовой каюте расположился санузел. Второй санузел в этой лодке уже менее просторный, чем первый, и уже часть ящика занята фекальным танком. Но, к сожалению, по-другому никак не решить этот вопрос. Зато есть второй санузел, и это плюс. В любом случае, обратите, пожалуйста, внимание, какой удобный и легкий доступ для инспекции всех важных составляющих санузла, а именно фитингов, выходящих наружу лодки. В версии с двумя санузлами в носовой каюте расположилась треугольная кровать, что чуть менее удобно, чем в предыдущих двух версиях. Также в этой каюте за счет второго водного танка достаточно маленькое количество рундуков, поэтому при заказе и выборе той или иной версии и комплектации обратите внимание, что вам будет более необходимо. Водный танк, рундуки, нужен ли второй гальюн, и от этого будет зависеть то, какую версию вам стоит выбрать. Ведь у каждого свои потребности. Что касается стоимости на данную лодку, по прайсу за базовую комплектацию предложено уплатить 157 тысяч евро. Но это базовая комплектация, и что в нее входит, надо смотреть. Ведь у каждой верфи это разные комплекты, и бывают полностью готовые к выходу лодки, а бывает так, что нет ни духовки, ни лебедок, да еще и паруса нужно оплатить. Чтобы разобраться во всех этих тонкостях и нюансах, лучше обращайтесь к профильному специалисту, дилеру верфи. По лодкам Дюфур обращайтесь в Интерпарус. Это компетентные ребята, которые, как и мы, занимаются популяризацией парусного движения, не только как спорта, но и как круизинга. И они помогут вам сделать первые шаги в яхтинг, начиная с обучения и чартера, и аж до покупки лодки и дальнейшего сопровождения. Более того, мы уже договорились для вас на дополнительные скидки, поэтому обязательно при обращении укажите то, что вы откупили ТЭС, и до августа вас будут ждать дополнительные скидки от 1 до 5%. В зависимости от того, решили выкупить лодку, взять ее в аренду или пройти обучение. Все контакты оставляю в описании, просто кликайте по ссылке и добро пожаловать в яхтинг!